Здравствуйте, дорогие друзья! Друзья, сегодня мы с вами поговорим о благодарности, вернее, не о самой благодарности, а о чуде благодарности, или благодарности как чуде. Мы с вами, люди взрослые, опытные, и неоднократно попадали в такие ситуации, когда ты делаешь человеку добро, а он на это добро совершенно никак не отвечает. У него отсутствует сама способность отвечать на это добро. Вот об этой ситуации, о том, как важно иметь эту ответность, эту правильную, благодатную ответность на любовь человека, то есть на благодарность, вот об этом евангельская история повествует. В 17 главе Евангелия от Луки мы встречаем повествование об исцелении десяти прокаженных. Это реальная история, конечно же. Вы знаете, что в Новом Завете, в Евангелиях есть реальные события, а есть притчи, то есть какие-то образы. Вот мне почему-то всегда хочется назвать эту историю об исцелении десяти прокаженных именно притчей, то есть некоторым образом, картинкой, архетипом, какой-то, может быть, даже моделью, если угодно. Потому что здесь, в этой истории, слишком много говорится о природе человека, как я думаю. И вот послушаем эту притчу, вернее, это реальное повествование. 17 глава Евангелия от Луки. Исцеление десяти прокаженных. Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его десять человек прокаженных, которые остановились вдали. И громким голосом говорили, Иисус, наставник, помилуй нас. Обратите внимание, что встретили его десять прокаженных вдали. Потому что люди, болевшие этой болезнью, проказой, считались в древнем обществе людьми отверженными. Людьми, на которых лежит печать, проклятие, греха, отвержение. И какой бы касте, какой бы социальному слою, какому или образованию, они не принадлежали, этих людей сгоняли. Потому что сама болезнь пугала. Ну представьте себе, что у человека болеют все органы тела, кожа. Части тела отваливаются. Он издает жуткое зловоние. И вот эти люди, потерявшие свои семьи, потерявшие свои имена и биографии, они сбивались вот в такие стайки и жили возле городов. Вот до них дошел слух, что Иисус Христос, великий учитель, проповедник, исцеляет. И исцеляет не как-то призрачно, а вполне реально. То есть есть люди, которые пережили жуткие совершенно болезни, но были исцелены этим учителем и пророком. И вот они, не дерзая подойти близко ко Христу, потому что это было не принято в том обществе, они стоят издали и кричат, Иисус наставник, помилуй нас. Увидев их, Он сказал им, «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Вот в одном стихе, в одном предложении вся история исцеления Господь просто сказал, «Пойдите, покажитесь священникам». Дело в том, что это была норма ветхозаветная. Если человек претендует на то, чтобы его считали здоровым, он должен пройти освидетельствование у священника. Священник тогда в Древнем Израиле нес функции в некоторой степени даже врача. И вот по дороге к священникам эти люди очистились. Десять человек, вот эта стайка прокаженных, очистилась. «Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его, и это был Самарянин». Почему прибавляет Евангелист Лука вот эту деталь? И это был Самарянин. Потому что для иудеев, для того народа, среди которого проповедовал Христос, Самаряне были нечистым народом. В то время, когда родовые, семейные ценности доминировали в обществе, очень четко чувствовалось и с детства внедрялось это ощущение чужака. То есть есть чужие люди. И причем вот эта чуждость, в которой совпадала национальность с религией. Самаряне были народом смешанного такого этноса. Это были иудеи, которые смешались с другими народами Ближнего Востока, и у которых была религия отличная очень от иудеев, чистых, чистокровных. И поэтому иудеи, чистокровные, даже не сообщались. Что имеется в виду не сообщались? Даже не разговаривали с этими Самарянами. Считалось, что даже если ты заговорил с этим человеком, ты уже себя каким-то образом осквернил, как будто бы подхватил какую-то заразу. Вспомните, например, повествование Евангелия от Иоанна, когда Христос разговаривает с Самарянкой у колодца. Для нас это совершенно естественно, потому что люди есть разных рас и народов. Но для учеников Христа, которые увидели эту картину, учитель беседует не просто с Самарянкой, с которой нельзя беседовать, он с женщиной разговаривает. Для статуса пророка, учителя, это было жутким унижением. И ученики стояли в недоумении, не понимали, что происходит. Так вот, евангелист Лука подчеркивает эту деталь. Из десяти человек, которых Христос исцелил, только один вернулся поблагодарить Бога за исцеление, поблагодарить Христа. Только один. И здесь интересная евангельская статистика вырисовывается. Как бы некоторый образ, одна десятая людей способны к благодарности, к некоторой такой ответности. И вот этот человек, у которого оказалось чуткое благодарное сердце, он был Самарянин. И это само по себе было некоторым вызовом такому вот иудейскому расизму, если угодно, того времени. Когда они не возвратились воздать славу Богу, говорит Господь, кроме всего иноплеменника. Как они не возвратились воздать славу Богу? И сказал ему, этому прокаженному, исцеленному, встань, иди, вера твоя спасла тебя. Обратите внимание, здесь звучит классическая фраза евангельская, вера твоя спасла тебя. Фраза, которую Господь довольно часто произносит в Евангелиях над исцеленными. Фраза, которая завершается обычно описанием исцеления какого-то человека. И вот в этом случае вера совпадает с благодарностью. Мы видим, что в этой ситуации, в этом контексте вера и благодарность – это одно и то же. Почему так? А потому что в христианстве, в основе его, лежит именно чувство благодарности, ответа. Ответа на любовь Божию. Господь к нам простирает свои руки, Он идет к нам навстречу, но мы часто бываем просто неспособны воспринять вот эту любовь, вот этот дар, который нам дается. И если смотреть шире, даже в нерелигиозного контекста, мы не воспитываем ни себя, ни своих детей вот в этом чувстве благодарности. Это очень плохо. Это очень плохо. Потому что благодарность, что это вот такое? Я уже говорил, это способность к ответу. Это способность чувствовать другого человека настолько же живым, как и ты сам. Это способность видеть его красоту и добро. Это способность видеть его труд, который он предпринимает ради тебя. И многое другое. Вот видите, это стайка прокаженных, у которых есть только цифра. Цифра 10. Их 10 человек. Кто их там посчитал? Из учеников, наверное, кто-то. Люди без имен, без лиц, без биографии. Их не видят. Их не отличают. Они все на одно лицо. И вот мы часто в нашем обществе, в котором так много средств коммуникации, бываем жутко одиноки. Даже в своих семьях, среди друзей, среди большой компании, шумного города. Мы без лиц, без биографии. Одни только цифры, среднестатистические данные. Мы очень ждем, чтобы нас кто-то увидел, чтобы заметили нашу красоту и добро, и наш труд. Это очень важно для каждого человека, но особенно для христианинов, в основании жизни которого лежит именно способность к ответу, способность к благодарности тому чуду, которое мы переводим слово Евхаристия, благодарность Богу за ту любовь, которую Он даровал нам.